Смарт-контракты очень популярны в наши дни, но что это такое и какие проблемы они решают? Определение смарт-контракт впервые было использовано ником СААБА в 1997 году, намного раньше создания биткоина. Он компьютерный ученый, юрист и шифровальщик, поэтому я избавлю вас от его точных слов. Простыми словами, он хотел использовать распределенный глобальный код для хранения контрактов. Сейчас смарт-контракты просто как обычные контракты в реальном мире. Единственное отличие в том, что они полностью цифровые. Фактически смарт-контракт это крошечная компьютерная программа, которая хранится внутри блокчейна. Давайте рассмотрим пример, чтобы понять как работают смарт-контракты. Вы скорее всего знакомы с Kickstarter, платформой для сбора средств. Команда разработчиков может пойти на Kickstarter, создать проект, установить нужную сумму и начать сбор денег у людей, которые верят в их идею. Kickstarter это третья сторона, которая сидит между командой разработчиков и людьми, которые их финансово поддерживают. Это означает, что обе стороны должны доверять Kickstarter и распоряжаться их деньгами. Если проект успешно собрал деньги, команда разработчиков ожидает, что Kickstarter выдаст им деньги. С другой стороны, инвесторы хотят, чтобы их деньги пошли на разработку проекта, если сумма набралась, или возврат средств, если нужная сумма не была собрана. Обе стороны вынуждены доверять Kickstarter. Но со смарт-контрактами мы можем построить похожую систему, которая не нуждается в третьей стороне, как Kickstarter. Давайте создадим смарт-контракт для этого. Мы можем настроить смарт-контракт так, что все полученные действия замораживаются до момента полного сбора средств. Инвесторы проекта могут перевести деньги прямо в смарт-контракт. Если проект успешно набрал необходимую сумму, смарт-контракт автоматически выдает деньги создателю проекта. Если проект не смог собрать необходимую сумму, деньги автоматически возвращаются обратно инвесторам. Очень просто, не так ли? И потому что смарт-контракт базируется на блокчейне, все полностью децентрализовано. С такой технологией никто не контролирует деньги инвесторов. Но подождите, почему мы должны доверять смарт-контрактам? Потому что смарт-контракты основаны на блокчейне, и они унаследовали интересные свойства. Они неизменны и децентрализованы. Неизменные контракты после создания не могут быть отредактированы или изменены. Никто не может подделать исходный код смарт-контракта. Децентрализация смарт-контрактов означает то, что контракт будет проверен каждым узлом сети. Один человек не может принудительно завершить контракт, потому что остальные люди в сети определяют эту попытку и пометят ее невалидным. Подделка смарт-контрактов становится абсолютно невозможной. Смарт-контракты могут быть использованы во многих случаях, не только в краудфандинге. Банки могут использовать их для выдачи кредитов и организации автоматических платежей. Страховые компании для обработки определенных претензий. А почтовые компании могут использовать смарт-контракты для оплаты доставки и так далее. Прямо сейчас существует всего несколько блокчейнов, которые поддерживают смарт-контракты. Но самый большой – это эфириум. Он был специально создан и спроектирован для поддержки смарт-контрактов. Смарт-контракты могут быть запрограммированы на специальном языке, называемом SolEdit. Этот язык был специально создан для эфириума и использует синтаксис, напоминающий JavaScript. Стоит отметить, что биткоин также имеет поддержку смарт-контрактов, однако более ограниченных, чем в блокчейне эфириума. Что ж, теперь вы знаете, что такое смарт-контракты и какие проблемы они решают. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал.